То, что происходит в мобильной сфере среди известных производителей, называется не иначе, как маразмом. Кроме возмущений, ничего, естественно, не вызывает. Новые смартфоны Samsung Galaxy S21 останутся без карты памяти. То есть слотов для SD-карт не будет. Поехалики, мы что, должны делать им аплодисменты после того, что они сделали? Многие используют карты памяти для расширения памяти. Потому что встроенная память ограничена. Samsung им говорит, покупайте с большим объемом встроенной памяти, но дороже. Кто-то использует карту памяти для бэкапов. Samsung тем самым обрубил возможность бэкапов. Альтернативы не предоставил. А я идею альтернативы придумал. Идея заключается в том, что в смартфоне нужны две памяти. Одна память встроенная, основная, то есть в смартфонах. А другая бесконечная, предназначенная для бэкапов. Как только в основной памяти появляется файл, он тут же сразу же перекидывается в бесконечную память, то есть бэкапится. При этом в смартфоне ее не видно. Ну а видно, когда подключаешь смартфон к компьютеру. Чтобы оттуда можно было файл, файл на компьютер, чтобы с компьютером можно файлы на бесконечной памяти увидеть, какие файлы туда забэкаплены. В случае, если про смартфон переустановлен, перепрошит или все файлы тупо удалились там, то то из бесконечной памяти можно восстановить файл. Можно восстановить файл. При этом бесконечная память, даже если смартфон умер, должна оставаться, должна продолжать работать. Вот такую вот фичу я предлагаю. Если я скажу, что Apple начали моду на выпиливание из комплекта зарядников, то я не открою Америку. Если я скажу, что Samsung и Xiaomi взяли от них пример, то я не открою Америку. Если я скажу, что эти компании объясняют данное решение тем, что хотели заботиться об экологии, я не открою Америку. Мне понятнее, как наступление настоящей демократии в России спасет экологию, чем как выпиливание из комплекта смартфонов зарядников спасет экологию. Самое, я не знаю, какое слово сюда подходит, то, что эта троица за последнее время не предоставила и не создала инновации. Из этой троицы выделяется Samsung. Я слышал то, что Samsung выбили из смартфонов разъем для наушников. Samsung вообще тоже не делает инновации. Пять лет они не делают инновации. Последняя инновация Samsung – это смартфон Galaxy S8. Первый безрамочный смартфон с чисто экраном. При этом, в отличие от Apple, без челки. Нажмите на этот логотип и подписывайтесь на мой канал. Хорошего вам дня. Пока! Пока!